МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С последними событиями к этому часу в студии телеканала Север. Ольга Русул. Здравствуйте. Работники культуры отмечают профессиональный праздник. Региональные почетные звания присвоили в этот день сотрудникам этнокультурного центра и музейного объединения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Осторожно, сход снега. Такими объявлениями пестрят входные двери подъездов жилых домов и учреждений. Коммунальщики приступили к уборке крыш от снега. Не попастся на уловки мошенников. Очередное заявление в полицию от жительницы Нарьинмара, которая чуть не стала жертвой аферистов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И в начале выпуска об эпидемиологической ситуации. За прошедшие сутки в Ненецком автономном округе зарегистрировано три новых случая заболевания коронавирусом. Среди вновь заболевших жителей Нарьинмара и поселка Красное. Еще 283 человека стоят на учете в региональном управлении Роспотребнадзора. По данным медицинских организаций, за прошедшие сутки выздоровели три пациента. На сегодняшний день на лечении под наблюдением с диагнозом COVID-19 подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс находится 20 пациентов. Из них в стационаре получают лечение 8 человек. С начала пандемии проведено более 23 тысяч исследований на выявление инфекции. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности – масочный режим. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по короткому номеру 122. Звонок бесплатный с мобильных и городских телефонов. В регионе продолжается вакцинация населения. Ненецкий автономный округ оказался на первом месте по вакцинации от коронавирусной инфекции среди регионов Северо-Западного федерального округа. В округе привито около 8% жителей. На втором месте – Санкт-Петербург. Порядка 6% населения. Замыкают тройку – Республика Карелия, где привито 5% жителей. Маркировка лекарств стала обязательной для российских аптек. Новые требования, предъявляемые к работе провизоров, обязывают соблюдать требования учета маркированных лекарств, чтобы защитить потребителя от подделок и незаконного оборота лекарствами. В связи с этим Ненецкая фармация начала производить автоматизацию сельских аптек за счет собственных средств. И, несмотря на простое финансовое положение, выделила более полутора миллионов рублей на покупку оборудования и установку необходимого программного обеспечения. Планируется, что до конца марта вся техника будет доставлена в сельские аптеки и установлена. В Ненецкой фармации считают, что после этого ситуацию с лекарственным обеспечением в сельских поселениях качественно изменится. Особо остро тема отсутствия необходимого перечня медикаментов в населенных пунктах округа из-за финансового неблагополучия организации звучала осенью прошлого года. Во время поездок по округу не было ни одного населенного пункта, в котором бы не наблюдался дефицит лекарств. После вмешательства в ситуацию главы региона и окружных депутатов ситуация начала выправляться. Ахмед Абдулатипов, заведующий аптечным пунктом и фармацевт в одном лице, работает в селе Коткино 2013 года. На отсутствие ассортиментов лекарств в сельской аптеке пока не жалуются. Препаратов у нас хватает. Даже если бывают заявки на такие редкие препараты, то мы ближайшим бортом обеспечиваем такие заказы тоже. В основном население, то, что пользуется спросом, это анальгетики от кашля, от отхаркивающие, противокашлевые и сосудосуживающие, такие спреи от насморка, так скажем, по-народному. На недостающие лекарственные средства сельские аптекари оформляют электронные заявки. Их доставляют ближайшим авиарейсам. Фармацевт отмечает, что стоимость лекарств в сельских аптеках не отличается от городских. Всеклава муниципальных образований округа постоянно мониторит ситуацию по обеспечению медикаментами аптек на своей территории. Основной перечень лекарств, который должен быть находиться на территории, он присутствует. Постоянно идет мониторинг. Появляется какая-нибудь большая проблема, то, естественно, оперативно связывается с Наринманом. Ну и первым рейсом, как говорят, лекарства поступают. На территории Шоинского сельсовета два населенных пункта – Шойна и деревня Кия. Для льготных категорий граждан на сегодняшний день они полностью обеспечены лекарственными препаратами. Что касается других лекарственных препаратов, минимальный их набор присутствует в обоих аптечных пунктах. Но вот сейчас буквально недели две назад у нас была проблема. Был недостаточный перечень, недостаточное количество медикаментов. Этот вопрос мы совместно решали с фармацей. И буквально в минувшие выходные дни у нас доставлены лекарственные препараты. То есть на сегодняшний день проблема решена. То есть понятно, что эта проблема возникать периодически будет. Но хотелось бы, чтобы все-таки этот процесс был в дальнейшем налажен. И мы были спокойны и обеспечены лекарственными препаратами в полной мере. Единственным поставщиком лекарств для жителей сельских поселений являются структурные подразделения Ненецкой фармации. В 2016 году организация была выведена из государственного управления. Это повлияло на развитие предприятия. За последние три года сумма долга составила порядка 20 миллионов рублей. В скором времени планируется рассмотреть предварительные итоги финансового оздоровления предприятия. Назначили публичные слушания, на которых рассмотрят внесение изменений в устав муниципального образования городской округ город Нарьинмар. День работника культуры ежегодно отмечается в нашей стране 25 марта. В честь такого события во Дворце культуры Арктика прошло торжественное награждение людей, которые внесли свой вклад в развитие этой сферы. Подробности в сюжете моей коллеги Елизаветы Кабановой. Бурные аплодисменты и овации – лучшие друзья тех, кто выступает на сцене, и тех, кто непосредственно находится за ее пределами. Люди, которые дарят нам улыбку и поднимают настроение своими мероприятиями – это, конечно же, работники культуры. Один из них – режиссер-постановщик Дворца культуры Арктика Денис Семяшкин. В профессии 20 лет. К тому же Денис – популярный ведущий в округе. Практически ни одно культурное событие в Нарьинмаре не проходит без его участия. А все началось еще в начальной школе. Со сценой он решил связать потом свою профессиональную деятельность. Занимаемся творчеством, культурой, пишем сценарии, ведем мероприятия, участвуем в спектаклях. Мы работаем, но я думаю, что приносим радость людям. Я искренне на это надеюсь. Галина Дуркина начала свой путь в культуре 40 лет назад. Двигаясь маленькими шажками к большой цели, она смогла организовать множество успешных проектов. Как говорит сама Галина Дуркина, выезжая за пределы округа, она старается подчеркнуть какие-то идеи и адаптировать их. Что-то подсократить, что-то убрать, что-то добавить. И на свет рождается абсолютно новое и самое главное интересное мероприятие, которое не только приносит радость жителям села Тельвиска, но и тем, кто непосредственно приложил руку к его организации. Помните о том, что мы работаем для людей, которые должны у нас понимать, что мы должны быть нужными прежде всего. Просто так, когда на русской войси никогда обдумаем, все взвесим, есть хорошая пословица, семь раз отмерь, один раз отрежь. И я всегда говорю о том, что помните, да, работа культуры, что вот работа трудная у нас, и потому порой не раз нас посетит и груст, тоска, и жизнь покажется реже, но это реже. Так как все же наш труд по-своему хорош, и заявить мы можем смело, что благородно наше дело, ведь жизнь идет в потоке дней среди людей и для людей. Культурное мероприятие – это не только развлечение для зрителя. Работники культуры выполняют и просветительскую миссию. Почетным званием работника культуры Ненецкого округа наградили Елену Елисееву. Стоит отметить, что она стала первым работником музейного дела, которого удостоили столь высокой награды. Ну, я не знаю, профессия музейщик, это у меня, наверное, основная профессия, единственная. Потому что после института, как я пришла в музей, это было 25 лет назад, до сих пор я работаю. Я считаю, что музейное дело – это, наверное, все дело всей моей жизни. Более 50 человек сегодня были отмечены почетными грамотами, званиями и благодарственными письмами. Некоторых людей мы привыкли видеть на сцене, а некоторые стоят за кулисами. Другие сохраняют культурное наследие и историю своего народа. Без них невозможно было бы представить культурную жизнь округа такой, какой она является сейчас. Дом культуры, особенно в сельской глубинке, всегда является центром притяжения всех жителей. Именно здесь проходят самые значимые события населенного пункта. Сюда приводят детей для занятий искусством родителей, а для старшего поколения это любимое место для встреч. Светлана Канева увлекается пением с детства. Говорит, времени на творчество всегда хватало. А сейчас, после выхода на заслуженный отдых, с удовольствием приходит на все репетиции хора «Суляночка». Песни пою уже давным-давно. Дети маленькие были, работала до конца еще. В общем, 40 с лишним лет уже. Даже в «Суляночке» уже 8 лет. Мне очень нравятся русские песни петь. Мы о любви поем, о родине поем. Сейчас у нас концерт был, вот о России вы прослушали сейчас песню, о любви, о рябина, потом о любви, о счастье, обо всем вообще. И танцевальные у нас песни, особенно вот такие, с выходом. Репертуар для выступлений сельские певуни всегда стараются разнообразить. Ведь без них не обходится ни один праздничный концерт в селе. Мне сына, она мне не спешит. Я рожу тебе хоть двойню, если мама разрешит. Со своими номерами участницы хора объездили практически все окружные села. Если говорить о каждой поиске, и она каждая чем-то запоминалась. Очень интересная поездка была в Харьяву, когда мы ездили на конкурс частушек. Там нам было дано домашнее задание. Мы сочиняли сами частушки про любовь, про измену, про работу. Была тема политическая. Было страшно, но мы писали. И в конце номера была стенка на стенку коллективов. Это тоже было что-то новое, интересное такое. За 25 лет существования хора «Суляночка» его состав периодически менялся. Радует то, что среди молодежи всегда есть желающие продолжать традиции коллектива. Но в основном хор состоит из работающих пенсионерок, объединяет которых музыка. Кто на мусультовой не работает, кто пенсионер не работает, кто в больнице работает, кто бухгалтером работает, в колхозе, вот Баева Надежда Павловна работает, учительница тут у нас есть. Так что, в общем, все разные профессии. Пение в хоре дает участницам коллектива отличную возможность для общения. А самое главное, представительницы старшего поколения таким образом приучают детей, внуков и правнуков бережно относиться к песенному наследию. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Более 200 тысяч рублей чуть не отдала мошенникам жительницы Наринмара. После нескольких операций с банковской картой, которую она совершила под руководством неизвестного по телефону, в последний момент женщина поняла, что ее обманывают. Александра Литкова продолжит. Ситуация, когда вам звонят и представляются сотрудникам службы безопасности банка, одна из самых распространенных схем мошенничества. Такие случаи происходят в Нинецком округе практически каждый день, жертвами которых чаще всего становятся пожилые граждане. Именно они в основном проявляют доверие и поддаются на уловки злоумышленников. Расскажите ситуацию, в которую вы попали и с каким заявлением обратились в полицию? Ко мне на прошлой неделе позвонили по номеру телефона 8906. И сказали, что в банке с моего счета, а у меня есть сберкнижка, открытая в банке, по моему заявлению списаны деньги. Мужской голос на другом конце провода предложил женщине снять денежные средства и съездив в торговый центр, положить на счет страховой компании, которая находится там же. Я сделала все, как мне говорил молодой человек. Я сняла деньги, я поехала в строймастер, но я знала, что там нет никаких страховых компаний. Молодой человек все это время трубку не скидывал и говорил мне, что нужно делать. Хорошо, что я знаю, что там нет страховой компании, и я поняла, что меня обманывают. Таким образом, проявив бдительность, Елена не дала себя обмануть и сразу же обратилась в дежурную часть окружной полиции. По данному факту проводится проверка. В марте текущего года в управление Министерства внутренних дел по Ненецкому автономному округу обратилась гражданка с заявлением о том, что злоумышленники, представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщили о сомнительных операциях по банковскому счету. Однако гражданка вовремя среагировала и обналичивала денежные средства, тем самым сохранила их. Полицейские в очередной раз напоминают гражданам быть осмотрительными при использовании банковских карт, не разглашать сведения о реквизитах и паролях, а также не осуществлять предоплату за товар по объявлениям, размещенным в сети интернет. Александра Литкова, Леонид Шишилов, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Температурные контрасты, быстрое потепление после сильных морозов приводят к тому, что снежные массы на кровле тяжелеют и порой срываются вниз большими тяжелыми глыбами. Вместе со снегом с крыш срываются твердые налить и сосульки. Именно поэтому коммунальные службы должны проводить своевременную очистку крыш от снега, сбивать тяжелые ледяные образования с кровли домов. Наиболее опасные места у домов должны огораживаться лентой или забором. При этом на доме или возле него должен размещаться плакат с предупреждением «Осторожно, сход снега». К сожалению, несмотря на все предупреждения, порой жители забывают о соблюдении элементарных правил личной безопасности. Никакие предупреждения и заграждения не останавливают желающего сократить свой путь на работу, в школу, домой. И порой это приводит к печальным последствиям. Падая с высоты, тяжелая снежная и ледяная глыба несет в себе смертельную опасность. МЧС рекомендует не проходить ближе двух метров от стен зданий, так как снежная глыба скатывается по кровле вниз, как по трамплину, и падает не прямо у стены, а дальше. Поэтому, если при падении снежной глыбы вы не можете отскочить в сторону, например, из-за установленной ограды или припаркованного рядом автомобиля, быстро прижимайтесь к стене дома. Еще один совет автовладельцам. Не паркуйте свои автомобили близко к зданиям со скатывающейся крышей. Зачастую после падения с высоты ледяной глыбы на автомобиль его ремонт уже невозможен. При любом чрезвычайном происшествии звоните в службу спасения по единому номеру 112. В пятницу, 26 марта, в эфире телеканала «Север» в 18.20 и 18.00 на ОТР мы покажем большой репортаж о юбилейном спортивном празднике Бурандей. Познакомим с участниками событий, расскажем обо всем, что происходило в этот день на земле и в небе над Качгартинской курьей. От винта! От винтили! Воздушное развлечение для гостей Бурандей – дело рук пилотажной группы «Крылья России». Пилоты прибыли на крайний север из Москвы. На крайнем севере сложнее летать, нежели в средней полосе? Ну, только что холодно. Но в целом, если хорошо экипироваться, правильно, то никаких проблем. Ну, мне очень нравится. Классная погода, солнечный день ясный, мороз ни капельки не расстраивает, да. Люди, атмосфера, все круто. А в небо над Качгартинской курьей паралеты взмывали на протяжении всего праздника. Одним из самых ярких выступлений стал номер рождения дракона. Высший пилотаж показал руководитель мотопарапланерной группы Игорь Потапкин. Город очень понравился. Такой уютный, такая энергетика хорошая, добрая. Чувствуется, что люди северные, свои родные такие. Я сама с Дальнего Востока, поэтому чувствую такую близость все равно. Здорово. А расскажите, как вы давно занимаетесь параплановым спортом и каких успехов вы делаете? На самом деле, всю сознательную жизнь еще с детства начал прыгать. Это в 14 лет. Парашютный спорт, потом парапланы, самолеты и все такое прочее, все, что в небе. Оно очень интересно. Напомним, большой репортаж со спортивного праздника Буран-Дэй вы сможете посмотреть на телеканале «Север» 26 марта. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Дмитрий Лукевич, Вадим Носкин, телеканал «Север». На этом у меня все. Далее прогноз погоды. Оставайтесь на севере.